Участниками скачек стали жокеи из семи районов Бурятии и гости из Забайкальского края и Иркутской области. Всего на территории Янгажинского датсана собрались около сотни лучших скакунов. Конь в жизни бурята имеет первостепенную задачу. И в каждом, в крови каждого бурята, я думаю, течет кровь табунчика, кровь коневода. Спортсмены соревновались в забегах на дистанциях от 2 до 12 километров. Бег рысью под седлом и конкурс табунчиков. Призовой фонд составил около 1 миллиона рублей. Во многих населенных пунктах есть энтузиасты своего дела, лошадей выращивают, тренируют, активно занимаются. Да, сейчас в Волге достаточно хорошо развит конный спорт у нас. И есть большие планы у нас по развитию не только конного спорта, но и конного туризма. Что связано, что сюда можно приехать на конные туры по Иволгинскому району, посмотреть священные и какие-то знаковые места, помимо прокатиться на русской тройке и все остальное. Возраст жокеев от 8 до 50 лет. И можно подумать, что юные мальчишки запрягли деревянную лошадку или хотя бы пони. Но здесь все, кто ниже стремени, гордо разъезжают на настоящих больших скакунах. Валентина из Кяхтинского района стала призером в скачках на бурятских лошадях. Она рассказала, что перед стартом необходимо обязательно настроить скакуна на победу. Когда мы уже начинаем скакать, я лошадь за шеей обнимаю, говорю, ну, ты сможешь, я в тебя верю. Вот эти слова такие. Ну, в итоге он четвертое место занял, и это тоже нормально. Также гости и участники соревнований могли увидеть концертные номера от звезд бурятской эстрады и местных коллективов. Так что скачки прошли громко, с песнями и под топот копыт. Андрей Слепнев, Екатерина Баранова. Новости дня. Субтитры подогнал «Симон»